Приветствую! Удалось мне разжиться вот такими вот замечательными наушниками от Beyerdynamic DT990 Pro 250-омные версии. Сначала я их сравнил со знаменитыми Schenheiser HD 280 Pro и как-то все-таки в конце концов если кратко то вот эти вот эти в принципе они получше Beyerdynamic. Вот и на радость их принес их домой и начал сравнивать с вот такими вот моими любимыми ESK MDH9000. Сначала в общем-то у меня такие радостные мысли сейчас наконец-то я выкинул вот эти вот наушники и по грязному утонул в настоящем профессиональном звуке от Beyerdynamic. Но чем больше я их слушал, чем больше сравнивал, тем более неоднозначные получались выводы. А именно в общем-то оба этих варианта, что эти, что эти, они в общем-то ну да простят меня меломаны, звукари и аудиофилы, они в общем-то плюс-минус ну приблизительно на одном уровне. Однако и эти наушники и знаменитые Beyerdynamic или Beyer, как их называют, имеют свои достоинства и свои недостатки. И причем они, ну давайте я просто скажу какие у каких есть. Вот у этих наушников основной их минус это закрытая конструкция и в переносном смысле закрытый звук. Звук у них имеет такую немножко как глуховатость, глуховатость что ли. Но при этом у них очень и очень сбалансированный хороший звук. То есть у них просто потрясающие низы. Низы сразу скажу намного лучше и глубже и напористее, чем вот у этих Beyerdynamic. то есть грамотные, хорошие, качественные низы, которые просто вот ну впечатляют, поражают. Слов больше других пока что я подобрать не могу. Очень классные у них верха. То есть их слышно, они есть и что интересно вот никак они не выделяются слишком сильно. То есть серединка замечательная. Звук в общем вот у них просто идеальный звук за исключением узкой сцены и некой такой вот глуховатости и глуховатости. В общем идеальный звук. За исключением вот этих вот минусов. У этих же отсутствует узкая сцена. Сцена хорошая, достаточно широкая. Не сказать, что прям супер, но заметно шире, чем вот у этих. У них в принципе, ну не сказать про серединку я ничего не скажу. Серединка как середина. Немножко даже она как-то не особо замечаешь. Низы вот у них такие бархатные. Никто об этом не говорил, но у меня такие вот ощущения, что немножко будто какая-то рыхловатость низов у них присутствует. Слабенькая такая. Но в принципе, они приятные. Они не давят, они не оглушают, не поражают. Просто хорошие, приятные низы. Вот приятные. То есть они не утомляют они в общем. Но у них очень заметные верха. Реально заметные. То есть вот любители слушать какие-нибудь оцифрованные записи во флаг формате там с битрейтом в районе 1000. Им не понравится. Потому что будут ну не просто цыкать верха, они будут просто наполнять звук вот сплошные верха. Когда будет произноситься буква там с, они будут там вообще. Ну в общем неприятно. Они не утомляют этим верхами, но слушать их неприятно. Просто вообще неприятно абсолютно. И получается, что вот я даже не знаю. Я понял, что вот эти я выкидывать не буду. Они реально хорошие. Они просто подойдут, чтобы вот когда есть необходимость надеть и использовать их. Когда нельзя колонки использовать. А вот эти, вот эти, у них плюсы какие. Они комфортно сидят на голове. У них намного комфортнее амбушюры. Потому что внутренний диаметр у них в общем-то не то чтобы больше. Он имеет другую форму. Поэтому ухо он не так касается, как вот у этих. Вот эти, конечно, они имеют амбушюры, как два глубокие колодца, которые немножко касаются и мочек ушей, и верхушек ушей. И как-то ощущение такое в них такое немножко как закрывающие со всех сторон уши и локализованный звук без широкой сцены. Здесь же такого нет. Звук открытый. И вот эта открытость, я думаю, кстати, вот это вот фирменная такая вещь вообще у BR-динамик как таковых. Потому что до этого, помню, мне DTX 800 очень понравились. Но открытый звук. То есть их надеваешь на уши и ощущение, что ну не то чтобы хорошая акустика, но все-таки как будто где-то звук все-таки не у тебя, а вот на ушах сидит, а чуть подальше находится. Как будто слушаешь такую средненькую или слабенькую акустику колоночки. Поэтому я теперь даже не знаю, в пользу чего мне сделать выбор. Я, наверное, все-таки вот эти я понял, я точно их оставлю. Почему оставлю? Потому что, что интересно, их вешаешь, когда просто вешаешь, у них амбушюры полностью закрыты. То есть щели там, в общем-то, и нет. Видите? Никакой щели. И туда не попадает пыль. Если они полежали там недельки-две запылились, берешь влажную салфеточку, стираешь пыль, сверху смахнул, сдул, и все, и опять пользуешься. Это, конечно, огромный плюс. То есть за ними очень-очень легко ухаживать. С этими, конечно, просто одна морока. Если они будут так вот-вот висеть, то туда пылище будет просто набиваться и в ткани, и вообще, наверное, скорее всего, будет смешиваться с потом, и будут они просто загрязняться. Причем так загрязняться, что их придется вот снимать и стирать. Пока они вот чистенькие все. Поэтому вот с пылью у них проблема. Пыль будет и сюда забиваться, и сюда забиваться. Плюс у них проблема волосы. Говорят, туда со временем набиваются и начинают мембраны немножко соответствующие звуки выдавать с волосами. Так что, в общем-то, вывод какой? Оставляю вот этот. Звук намного как бы более впечатляет. Не то, что он был более приятным бы, но впечатляет он больше. Впечатляет низами, впечатляет хорошей серединкой, впечатляет хорошими грамотными верхами. Слушаю все на звуковой карте Asus Sonar Fibos. Вариант Solo. Частота 192. И что, кстати, интересно, почитал по форумам. Вот эти наушники пытаются, значит, верха убавить немножко эквалайзером. Но эквалайзером, мне кажется, все-таки вообще не вариант. Потому что тот, кто слушал на такого уровня звуковых картах и на такой акустике, на таких наушниках вообще треки, в высоком битрейте, они, наверное, знают, что просто включаешь WASAPI и все. И ты понимаешь, что есть разница между WASAPI и обычным звуком Windows Default. То есть прямая передача звука WASAPI это однозначно лучше. И проблема в том, что эквалайзер-то нельзя использовать при WASAPI. Вот. Пробовал с эквалайзером, ну, совсем не тот звук уже. Убираешь верха, ну, не то. Нет вот этой вот детальности и открытости уже такой. Поэтому, поэтому, кино в них смотреть удобно будет. То есть у них просто сидишь, смотришь фильм, можно часа два спокойно сидеть, они не будут утомлять. В этих смотреть фильм, конечно, более утомительно. Тут утомляют и слишком, как бы, мощные, сильные, но здравые такие низы. Они реально такие вот. Ну, вот просто я вот слушал треки на них. Специальные треки для проверки наушников. И вот эти низы, они не то, что вот они как-то утомляли, что они просто физически воздействовали на сознание, на организм. То есть вот, как сверхвысокочастотные, например. То есть ощущение было вообще, ну, не сказать, что прям очень здоровенское. Они впечатляют, но слишком, может быть, наверное. Но так как я в наушниках провожу не так много времени, я оставлю себе вот эти. Все-таки они наиболее оптимальны. Вот эти, конечно, более удобные. Можно долго сидеть, более приятно. И, кстати говоря, субъективное такое мнение. Вот эти, они не особо красивые, правда. Но что интересно, когда их надеваешь на голову, они намного красивее смотрятся вместе с головой. То есть вот эти на голову надеть будет не так красиво, как вот эти. Они как-то вот прям вот прям входят и дополняют, можно сказать, как шапка красиво, хорошо подобранная. Ну, пока что все, что хотел выразить, я выразил. Свои плюсы, свои минусы. Еще раз немножко подытожу. Здесь недостаток заключается конкретно в закрытой конструкции и образно выражаясь в закрытом звуке. То есть звук немножко глуховат, в прямом и переносном смысле. Какая-то вот небольшая глуховатость такая есть. Что видно, что там внутри чашечек звуковые волны отражаются и идут обратно на рушную раковину. Здесь вот этого вообще нет абсолютно. Звук чистый такой, он просто куда-то вот выходит. Широкая сцена, открытый, легкий, воздушный такой, словно пушок, приятный бархатные басы. Их слушать, конечно, приятнее в целом. Но верха раздражают. Они реально раздражают. Особенно если в треке есть верха, это просто вообще что-то с чем-то. Снимаешь с головы или вот надеваешь эти или слушаешь на акустике. Для такого безобразия нет. В общем, вывод, что идеальных наушников не существует, но в плане сбалансированности звука мне больше понравились вот эти. Да, они дешевые, да, они нищебродские, но мне они понравились больше. Вот и все, кто вот слушал, сравнивал, тоже вот сказали, что низы у этих однозначно лучше, да и вообще звук лучше. А у этих сразу говорят, что недостаток небольшой низов и избыток верхов. Про серединку, в общем-то, тут вопросов нет, а ее просто не замечаешь. Замечаешь какие-то низы, замечаешь верха, серединки не замечаешь. Она есть, но про нее сказать ничего не можешь. Здесь вот баланс намного приятнее, конечно. Ну и, в общем-то, пока все. Не ругайте меня сильно за это видео. Сделал для вас.